Уважаемые коллеги, здравствуйте! Предлагаю познакомиться с новым интерактивным средством ImageMatch, которое можно назвать, например, установка соответствия изображениям, или просто соответствие изображениям. Вот подготовленный материал, с которым уже можно работать. Мы видим, что у нас в четырех окошках имеются четыре изображения, картинки. Это флаги различных европейских государств. Внизу текстовые подписи, названия стран. Необходимо при помощи мышки установить соответствие стран и изображений, ну, простым перетаркиванием. Германия. Вот флаг Германии. Это флаг Франции. Перенесем сюда. Ну, для разнообразия сделаем ошибочку. Будем считать, что швейцарский флаг на самом деле вот этот. А шведский вот этот вот. Посмотрим, как на это отреагирует компьютер, после того, как мы попытаемся проверить результаты выполнения работы, то есть щелкнем по кнопке Check. И так мы видим, правильно, правильно, неправильно, неправильно. Для того, чтобы начать работу сначала, нужно нажать кнопку Сброс. Вот эта кнопочка позволяет подсмотреть, как получить правильный результат. Давайте рассматривать организацию работы с данным интерактивным средством. Переходим в режим работы с коллекциями. В коллекции LAT2 в разделе Activities находим наше интерактивное средство и вытаскиваем его на пустую страничку. Переходим в режим редактирования. Прежде всего, задаем количество изображений, которое у нас будет. Это меню позволяет взять от двух до пяти. Остановимся на четырех. Дальше все просто. В эти окошки помещаем изображение, картинки. Здесь вводим текстовую подпись. Я заранее приготовил в папке мое содержимое папочку, содержащую флаги этих государств. И сейчас быстренько мышкой перетащу сюда флаг Германии, флаг Франции, флаг Швейцарии, флаг Швеции. И вставлю в подписи. Германия. Франция. Швейцария. Швеция. Кнопку, позволяющую посмотреть правильность ответа, давайте для разнообразия в этот раз уберем. Редактирование окончено. Окей. Средство готово к работе. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...